Государственная Дума выразила однозначно позицию по поводу событий во Львове, что это фашистствующие хулиганы третировали, срывали ленточки орденские, георгиевские, гвардейские. Отнимали букеты, не разрешали возлагать венки на могилы погибших однополчан. Такая позиция однозначная. Давай как-то попробуем изложить другую позицию. Мне на самом деле непонятно, зачем они это сделали. Это ну в чистом виде, они же ведь понимали куда они едут. В чистом виде провокация. Ведь можно было бы начать возлагать венки в память тех офицеров, которые в Катыни, в Польше, например, расстреливали поляков. Можно, ну, много вариантов можно придумать, так сказать, ну, таких провокационных. Зачем они это делали? Кого они пытались? Неужели это становится уже такой общей внешней, внутренней политикой, вот куда-то ехать и устраивать провокации? Они еще не все получили с этой провокацией. Они хотели, конечно, добиться большего. Им нужны были трупы. Трупы ветеранов. Там была такая свалка, что какого-нибудь старика могли и затоптать. И тогда они повесили бы это убийство на Партию Свободы и стали бы просто грабить западенцев. Для них, для Януковича, как просто коллаборациониста, который, кстати, уже арестовал двух депутатов местных собраний от Партии Свободы, для них это как кость в горле. Западная Украина не укладывается в советскую схему абсолютно. На самом деле, давно им надо было бы этот памятник воинам-поработителям перенести на военное кладбище, как это сделали с бронзовым Алешей в Эстонии. Кто хочет, идет на это кладбище без шума. Ты представляешь, что начнется, если Янукович пойдет путем эстонцев, попробует переместить на один миллиметр эту памятник? Потому что это другая страна. Эта страна, во-первых, это не Россия. Во-вторых, это страна оккупированная и порабощенная. Это страна, которой вообще ничего отмечать 9 мая. 9 мая они могут отметить только то, что освободились большие силы НКВД, из-за чифр, а до 56-го года они сопротивлялись в лесах. Поэтому этот памятник для них, это памятник оккупантам. Это памятник оккупантам и коллаборантам. То есть украинец, украинец, который помогает советской армии, это нонсенс. Это область, где сражались с гитлеровцами, с поляками сначала, потом с гитлеровцами, потом с советскими войсками. Он и УПА. Поэтому единственный способ избежать конфликтов, схваток, столкновений и всего прочего, перенести такого рода памятники на кладбище вместе с могилами. И тихо, спокойно тот, кто считает нужным, пойдет туда что-то возлагать. Но делать это так, как они делают, сейчас нельзя. Может быть, надо поступить еще честнее, начать такое расследование, обсуждение вот этих событий, показать, что это действительно оккупация, и очень четко разделить факт борьбы с фашизмом и факт последующей оккупации, репрессий, безумных репрессий, в результате которых вся интеллигенция там в Сибирь была направлена. Не только интеллигенция. И не только. Вполне простые люди целыми районами. Тот, кто читал Евгению Гинзбург, Крупой маршрут, помнит, кого арестовывали. Там одна, целые бараки были западных украинцев. Нерешение, нерешение этой проблемы, перенесение памятника. Истанцы решили эту проблему. Честно, последовательно, до конца разобрались и все назвали своими именами. Оккупацию, оккупации. Борьбу с фашизмом, борьбу с фашизмом. Может быть и на Украине пора этим заняться? Украина, это, к сожалению, не Эстония. Она двойственна. Эстония полностью антисоветское государство. Украина, она разделена пополам. И я еще раз убеждаюсь, что для Запада единственный способ создать свое демократическое государство, выжить, сохраниться, сохранить украинскую идентичность, это отделиться от Восточной Украины. Потому что иначе это будет продолжаться вечно. И они никуда не смогут идти. Что же касается тех провокаторов, которые приехали из Одессы, из Севастополя, они хотели этого конфликта, они хотели, чтобы получилось именно так. Это очень стыдно. И мне грустно, что какие-то организации, приличные организации, которые призваны бороться за права человека, ну, несколько национальных еврейских организаций, почему-то возмутились. Западная Украина, западенцы, это вовсе не антисемиты. Никто там не оправдывает тех, кто участвовал в холохосте. В Оуне служили врачи евреи, фактически все врачи Оуна были евреями. Никаких абсолютно антисемитских программных пунктов у Оуна не было. Ни Шухевич, ни Бендера никогда не позволили себе ни одного выпада на эту тему. То есть просто обвинять в этом западную Украину в том, что ООН и УПА были антисемитскими организациями, они просто и не могли ими быть, потому что гитлеровцы уничтожали евреев сразу, а ООН и УПА взяли оружие и стали выступать против советских войск. Ну, уже где-то в 44-м году немцы проделали всю работу и в Бабе, и в Яре, и в других листах. Но это все равно, что судить неродившегося младенца за грехи его. То есть не нужно поддаваться на советскую пропаганду. ООН в этом смысле чист. Если у Краснова, там, в Берлине были какие-то неукрашающие его антисемитские высказывания, ну, Краснов был девственный человек, он абсолютно ничего не знал ни об истории, вообще малокультурный казаческий офицер. С ним и многие белые офицеры не здоровались из-за этого. То даже в Руа Власов не позволял себе никаких антисемитских высказываний. То есть надо отделять как-то пшеницу от плевел, котлеты от мух.